24 июля 1924 года вышло постановление ЦИКа СССР Абхазии Об охране памятников искусства, старины и природы 24 июля 1925 года русский советский писатель Дмитрий Фурманов Автор известного романа Чапаев, будучи в Абхазии в Новом Афоне Написал два рассказа «Исповедь старушки с Нового Афона» Илам Джария Дмитрий Соломонович Которые были опубликованы в журнале «Смена» в 1926 году А в книгу «Морские берега» вошли очерки, посвященные Абхазии Гагры, Афон 24 июля 1992 года состоялся визит абхазской делегации Во главе с председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзенба в Турецкую Республику Встречи Владислава Ардзенба с соотечественниками в Турции Придали мощный импульс движению абхазской диаспоры В поддержку исторической родины Что отчетливо проявилось во время грузинской агрессии против Абхазии Абхазия 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 Субтитры создавал DimaTorzok В ходе обсуждения было принято обращение ко всем народам и парламентам мира о признании независимости Абхазии. Первый Всемирный конгресс Абхазо-Абазинского народа состоялся 7-8 октября 1992 года в селе Лыхна. 24 июля 2004 года в Юрмале на 10-м юбилейном фестивале «Голосящий Кивин-2004» гран-при завоевала команда КВН «Нарты» из Абхазии. 24 июля 1940 года в Юрмале на 10-м юбилейном фестивале «Голосящий Кивин-2004» гран-при завоевала команда КВН «Нарты» из Абхазии. 24 июля 1949 года родился Геннадий Аламия, поэт, общественный и политический деятель, генеральный секретарь Международной ассоциации Абхазо-Абазинского народа, выпускник Московского литературного института, член Союза писателей СССР и Абхазии. В разные годы работал литературным сотрудником журнала «Дружба народов» в мемориальном доме-музее Дмитрия Гулия, в редакциях газеты «Абснахабш» и детского журнала «Амцепс». В 1987-88 годах читал лекции по абхазской литературе и фольклору в Московском литературном институте. Геннадий Аламия является одним из основателей Народного форума Абхазии Айтгалара и Конфедерации народов Кавказа. Был главным редактором газеты Айтгалара и первым вице-президентом Конфедерации народов Кавказа. Аламия избирался депутатом парламента Абхазии первого созыва, был заместителем председателя Верховного Совета Республики Абхазия. В послевоенные годы входил в состав инициативной группы по созданию оппозиционного общественно-политического движения «Возрождение». Редактировал журналы «Черкесский мир», затем «Абаза», газету «Абсадгил Абсна». Геннадий Аламия печатается с 1964 года. Он автор восьми сборников стихов, автор текста Государственного гимна Республики Абхазия, автор проекта и составитель книги «Эпоха Ардзенба». 24 июля 1958 года родился Валерий Ажейба, герой Абхазии. Работал видеоинженером в Абхазской государственной телерадиокомпании. С первых дней войны в рядах абхазского ополчения был участником боев на Красном мосту. Сражался на Обзыбском оборонительном рубеже в ходе боев за освобождение города Гагра, сел Цандрыбш, Гичрыбш. Неоднократно участвовал в разведывательных операциях в тылу врага на Гумистинском фронте. В марте 1993 года в составе 2-го Сухумского батальона принимал участие в наступлении на Сухум. Во время июльского наступления сражался в боях на Шромском направлении. Одним из первых поднялся на высоту Ахбюк. Ажейба – участник сентябрьского наступления, в ходе которого лично освободил два жилых дома и уничтожил большую группу вражеских солдат. Геройский погиб в бою в районе массива Гумиста. Раз на наше поколение выпала такая участь, значит, мы ее должны сделать так, чтобы наши дети, наши внуки знали, какие у них отцы, какие деды были, что могли отстоять свою землю. Ахбюк. 24 июля 1960 года родился Даур Начкебия – писатель, публицист. Выпускник физического факультета Тбилисского государственного университета. Работал младшим научным сотрудником кафедры общей физики Абхазского государственного университета. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был редактором русской службы Абхазского радио. В 1985-1998 годах работал в Союзе писателей Абхазии литературным консультантом, является ответственным секретарем комиссии по государственной премии имени Дмитрия Гулия. В разные годы работал редактором газеты «Айтейра» общественно-политического движения «Возрождение», министром образования Абхазии. С 2010 года работал директором Абхазского государственного издательства «Алашара». Даур Начкебия – член Союза писателей Абхазии. Обучался на высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького. Публикуется в различных изданиях и альманахах. Рассказы и роман «Берег ночи» на Начкебия переведены на многие языки. 24 июля 1967 года родился Бахадыр Абхагба, герой Абхазии, один из организаторов добровольческого движения Абхазской диаспоры в Турции. В составе своего подразделения принимал участие в Гагрском и Первом Шромском наступлениях. В ходе освобождения Гагры им были уничтожены одна БМП и автомашина ПАЗ с личным составом противника. Во время боев за освобождение села Кочера он был тяжело ранен. После лечения участвовал в июльском наступлении. Погиб во время сентябрьского наступления в боях на подступах к Сухому. За последние 10 лет в день 24 июля самая высокая температура была зафиксирована в 2015 году. Это 33 градуса. Самая низкая в 2013 – 20 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok